Сын у меня звонил, мама текает, ракета летит. Почала повстить до ванны, думаю, это мне, мабуть, скло в очи попало. В ровной дуги, там, прям в кости торчал осколок, а это все посеченное. Когда я первый раз подвелась на себя, я была в шоце. Решили проводить бесплатно операции всем пострадавшим. Регенерация произойдет, кровка опять начнет работать. Можем станцевать. Ну вот, на примере этой женщины, значит, она нам обратилась, одна из самых первых. Вот ее лицо до, ну, то есть после выписки с больницами, с местной, где ей оказывалась первая помощь, стабилизировалось общее состояние. После этого она обратилась к нам навести порядок на лице. А что у нее произошло? Это после чего? Это Сергеевки там посыпало просто стекло сильно. Это все, все со стекла, осколки все. В бровной дуги, там, прям в кости торчал осколок, а это все посеченное. Я Тумбошан Артур Станиславович. Работаю пластическим хирургом. Груди, животы, глазки, ушки. Все, все подряд. В основном эстетика. Где-то недельки три после начала войны мы собрались клиникой на общий совет и решили, что будем помогать вносить свою лепту в победу, в успех. И решили проводить бесплатно операции всем пострадавшим жителям страны от войны. Дефекты тканей, какие-то деформации на лице, на туловищах, на конечностях, повреждения сухожилий, пересадки кожи, замещение различных дефектов, возможно, восстановление мелких нервов. Первое время были, там, потоком, по-моему, 3-4 человека приходило именно с Сергеевки взрыва. А сейчас уже, там, так, в разброс, кто где. И, там, в Донецком направлении тоже кто-то звонил, приезжал, там, проблемы большие на лице, надо будет работать. Я, как мужчина, наверное, так сильно не пытаюсь прям залезть в душу, заставить обратно это все переживать, потому что их и так, я думаю, каждый дома по 25 раз спрашивает и сами это прокручивают по вечерам. Мы, наоборот, стараемся, вот, да нет, все хорошо, все будет хорошо, прекрасно выглядите, это все ерунда. Ничего плохого, как бы, не предвещало. И в ночи я не чула сирени. Син мне звонит, он в другом доме живет, что мама тикает, ракета летит. Они видели, как летела. Я думаю, я закрию векно. Я только подбегла до векна, подняла руку, и тут, знаете, такий тупий удар, аж повернуло меня. Я только глянула, что у нас вилетела. Сверху вот эти ситки, что поветрено дитягивают, душники. И ослепла. Почала повсти до ванни, думаю, это мне, мабуть, скло в очи попало. Почала мити очи руками, но оно ничего не миется. Я же знаю, так на ощупь, дещо рушник на голову, и до входных дверей повзу-повзу. А их немало, а и они вилетели. Потім прибег сын и соседка, и привезли меня в нашу лекарню. Я как бы перша поступила, и зашили. А потом на третий день уже в мене трешечки з'явился. Я спочатку не видела себя. Думаю, ну я так ничего. Голова есть, руки есть, не поломано ничего. А потом, когда я первый раз подивилась на себя, я была в шоции. Дорослые понимают, что такая травма, да, то очи опустили, идуть. А діти вот так смотрели. Это внучка моя. Она сначала боялась, меня, знаете, ховалася. Я ей говорю, это бабушка пошла за малиною, упала там ежачок, покололася. Это не у вас была сестра или брат в России? Так, у меня Сергей, так. А где он живет? В Москве. Они настолько зазомбованы, что я ему послала свои фотографии, якая была хорошая-пригарная. Он не понимает этого. Ты знаешь, сестринка, я тебя люблю всякую. Ты что, не понимаешь, что у человека трагедия, у человека здоровья нет, зору нет, хати нет. В таком веке 55 лет, чтобы остаться без ничего. На мой день народжения он позвонил 23 липня. Он говорит, как ты себя чувствуешь? А я говорю, а как ты думаешь после этого? А он мне говорит, что ты же понимаешь, что это не наши стреляют. Для меня он уже не существует. Я вас проведу операцию. Первая операция у меня была 19 липня. Я пришла сюда, у меня брова была в трех рівнях. Аж до вуха висела. Мы можем станцевать. Остался губец тянущий, который сверху идет на щечку. Он дает такую линию натяжения. Для того, чтобы его грудня просто иссечь, на его месте вырастить такой же самый, даже грудь. Его надо удлинить. Есть такая методика, когда в форме Z вырезается кожа, и края перемещаются. За счет этого длина увеличивается, и да, он укладывается спокойно. У меня сейчас такое есть. Восстанавливаем ей бровную область. Регенерация произойдет, и пробка опять начнет работать. Есть вещи, которые полностью устранить невозможно. Но вот задача наша сделать так, чтобы это было наименее заметно для окружающих, чтобы там проходящие люди не тыкали пальцем, не обращали внимания на какие-то дефекты, рубцы грубые. Ты подъем чувствуешь, когда ты можешь помочь, и видишь, что и люди, настроение у них подымается, немного депрессивное состояние проходит. Ты вдохновляешься этим. Поэтому морально мне, наоборот, легче, когда ты что-то это делаешь, чем когда ты в стороне находишься. Субтитры создавал DimaTorzok